Это программа оперативная съемка. Здравствуйте! И сразу главным новостям недели. Жители Уссурийска в мусорном контейнере обнаружили расчлененный труп женщины. На улице снеговой драка водителей закончилась взрывом на проезжей части. А также на улице Добровольского автомобилист сгорел в собственной машине. И водителям экстренных служб, возможно, разрешат таранить автомобили, которые мешают подъехать к месту чрезвычайного происшествия. Об этих и других новостях в Дайджесте. 3 декабря жители Уссурийска в мусорном контейнере обнаружили расчлененный труп женщины. Следственный комитет раскрыл преступление. Выяснилось, что накануне 32-летняя потерпевшая отдыхала в одном из домов по улице Кирова в компании двух женщин и одного мужчины. В разгар распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой ее зарезали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье убийства. 6 декабря. На улице Снеговой драка водителей закончилась взрывом на проезжей части. По словам очевидцев, водители не поделили дорогу. После словесной перепалки в ход пошли кулаки, а потом один из мужчин решил применить пиротехническую атаку. Взрыв был такой, что один из автомобилистов даже схватился за ухо. 7 декабря в общественной палате обсудили инициативу разрешить водителям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили. Речь идет о машинах, которые мешают сотрудникам экстренных служб подъехать к месту ЧП. Вот только кто будет оплачивать ремонт поврежденных транспортных средств, так и не ясно. Возможно, это будут покрывать страховые компании. 7 декабря на улице Добровольского автомобилист сгорел в собственной машине. Как сообщает Newsbox 24, сигнал о возгорании автомобиля в пожарную часть поступил вечером. Прибывшие огнеборцы установили, что горит припаркованный во дворе микроавтобус марки Mitsubishi Delica. На водительском сидении в дыму спасатели обнаружили тело мужчины, не подававшего признаков жизни. Прибывшая скорая констатировала смерть пострадавшего. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. 8 декабря суд вынес приговор женщине, которая год назад ударила своего сожителя ножом. В ходе судебного заседания было установлено, подвыпившая пара возвращалась домой с ночной рыбалки. Между ними возник конфликт, после чего женщина достала нож и ударила своего оппонента. Лезвие вошло в область сердца и пострадавший скончался еще до приезда врачей. Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 9 декабря полицейские подвели итоги рейда Путина-2016. На территории Приморского края в период нереста лососевых пород рыб был организован комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий Путина-2016. Операция была проведена с целью пресечения фактов незаконной добычи, транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продукции их переработки. В общей сложности полицейские провели 227 рейдов, изъяли около 4 тонн рыбы и 212 килограммов икры лососевых пород рыб. Также браконьеров лишили орудий лова и плавсредств. По итогам операции возбуждено 75 уголовных дел. Каждый хочет вжить в государстве, в котором процветает экономика и демократические институты, где граждане без искусственных барьеров реализуют свое избирательное право. А перед законом равны все. Однако все страны, правда, в разной степени затрагивают явление, которое тормозит развитие всех этих процессов. Коррупция. Она создает преграды, разрушает развитие общества и государственные устои. Борьбе с ней посвятили всемирный праздник, который ежегодно отмечают 9 декабря. Этот выпуск программы мы тоже посвятили преступлению, которым пронизаны практически все сферы жизни. Главе нашего государства часто жаловались, где посадки. И они начались. 2016 год запомнится также и громкими коррупционными скандалами. Задержание полковника Захарченко и дело министра эконом-развития Улюкаева точно войдут в историю тех, кто борется с коррупцией. О борьбе с коррупцией мы поговорим с заместителем прокурора города Владивостока Анастасией Садовой. Анастасия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, мы как обыватели знаем лишь приблизительные методы борьбы с коррупцией. Это, например, жалобы на чиновника, который вымогает деньги, или же многолетняя слежка за должностным лицом. В чем заключается ваша деятельность именно в борьбе с коррупцией? Деятельность органов прокуратуры на самом деле носит очень многоплановый характер. И включает в себя как непосредственный надзор за соблюдением законодательства противодействия коррупции. Мы надзираем за соблюдением требований, ограничений, запретов. Также данная деятельность включает в себя, к примеру, проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и выявление коррупциогенных факторов и положений, которые содержатся в таких актах. Также это надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, за качеством расследования уголовных дел. К данной деятельности относятся также мероприятия, которые проводятся органами прокуратуры по профилактике и противодействию коррупции. Следует отметить, что одним из направлений в нашей работе является координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Также следует отнести к данному направлению нашей работы и поддержание государственного обвинения в суде. Ну и другие различные подобные направления нашей работы. Год подходит к концу и принято подводить итоги. Вся страна знает о громких коррупционных скандалах. Это последнее задержание господина Улюкаева. И можете ли вы подвести предварительные итоги работы прокуратуры в борьбе с коррупцией? Каким направлениям уделяли и уделяете особое внимание? Усилия в 2016 году, как и прежде, были направлены на усиление качества и конструктивности межведомственного взаимодействия. На усиление надзора за уколовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Они были направлены на выявление коррупционных проявлений в различных сферах. Особенно те сферы, которые подвержены коррупционным рискам. Это сфера бюджетных правоотношений. Это сфера осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Это сфера, связанная с оборотом государственного и муниципального имущества. В текущем году органами прокуратуры города Владивостока выявлено свыше 800 нарушений законодательства противодействия коррупции. Непосредственно прокуратурой города Владивостока свыше 400 нарушений законодательства в данной сфере. Принято более 80 мер прокурорского реагирования. Благодаря качественно спланированным надзорным мероприятиям были выявлены факты, которые позволили реализовать прокурору предоставленные статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ полномочия. И направить материалы проверки в органы предварительного следствия для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Также прокуратурой города в 2016 году было оспорено значительное количество муниципальных нормативно-правовых актов, которые содержали коррупциогенные факторы. Принято более 14 мер прокурорского реагирования. Инициировано было привлечение к административной ответственности виновных лиц по статье 19.29 КОАП РФ. А какую ответственность предусматривает закон для коррупционеров? Федеральный закон о противодействии коррупции предусматривает различные виды ответственности как для граждан, так и для юридических лиц. Граждане в соответствии с данным законом несут дисциплинарную, уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность. Но следует отметить, что Федеральный закон о противодействии коррупции в статье 14 предусмотрел ответственность также юридических лиц. В частности, юридические лица несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений, когда от имени или в интересах юридических лиц готовятся противоправные действия данной направленности, либо создаются предпосылки к совершению подобных правонарушений. И если ответственность даже понесло должностное лицо юридического лица, это не освобождает от ответственности само юридическое лицо. Так же, как и если понесло ответственность само юридическое лицо, не освобождается от ответственности физическое лицо. Анастасия Александровна, вот понятно, что сумму, которую нашли у Захарченко, ну, скорее всего, пока еще никто не переплюнул, правильно? Вот из вашей практики какой средний размер взятки в нашем регионе? В текущем году выявлено свыше 40 взяток. И следует отметить, что уровень, размер взяток, он возрос по сравнению с прошлым годом. И в этом году уровень взяток, размер взяток сместился с 52 до 167 тысяч рублей. Скажите, а вот кроме ответственности за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридических лиц по статье 19.29 КООП РФ, существует ли еще административная ответственность для лиц, совершивших коррупционные правонарушения? Да, как вы уже отметили, у нас предусмотрена административная ответственность, предусмотрена статьей 19.28 КООП РФ за дачу незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридических лиц. Также Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность, которая предусмотрена статьей 19.29 КООП РФ и которая предполагает ответственность должностных юридических лиц за незаконное привлечение бывших государственных служащих и муниципальных служащих к трудовой деятельности по трудовому договору и гражданско-правовому договору. А в чем заключается незаконность привлечения к деятельности в данном случае? Дело в том, что законодатель ввел определенные ограничения для бывших государственных и муниципальных служащих. Те лица, которые уволены со службы в течение последних двух лет, претерпевают определенные ограничения, собственно, как и работодатели, которые привлекают таких лиц к трудовой деятельности. Нормативно-правовыми актами устанавливается определенный перечень лиц, на которых распространяются данные ограничения. И вот работодатель, который привлекает их к трудовой деятельности, либо заключает с ними гражданско-правовые договоры на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц, в последние два года обязан уведомить бывшего представителя-нанимателя по последнему месту службы о привлечении таких лиц к трудовой деятельности. При этом форма и порядок уведомления, они определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В настоящее время действует порядок, который установлен постановлением правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года номер 29. Ответственность наступает при несоблюдении данного порядка, который определен постановлением правительства Российской Федерации, либо и заключается в том, что лица обязаны уведомить работодателя, который привлекает служащего к трудовой деятельности, в течение 10 дней направить уведомления. И форма уведомления также определена. Когда не направляется уведомление, направляется уведомление с нарушением срока, либо отражаются не все сведения, которые содержатся в уведомлении, либо уведомление подписывается неуполномоченным лицом, в таких случаях наступает административная ответственность для юридических лиц. Штраф составляет не менее 100 тысяч рублей, до 500 тысяч рублей. А есть ли данные статистики о виновниках по данному случаю? За 9 месяцев на территории Приморского края органами прокуратуры возбуждено 59 административных дел данной категории. Из рассмотренных 54 лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на сумму общую свыше 2,5 миллионов рублей. Вы уже рассказали об административных правонарушениях. А что предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации за коррупцию? И есть ли какие-либо изменения в данном направлении? Следует отметить, что наказание, которое предусмотрено уголовным законом, оно безусловно строже, чем предусматривает административное законодательство. И оно зависит от характера совершенного деяния, от размера незаконно переданного и полученного вознаграждения. И предусматривает наказание в виде уголовного штрафа, принудительных работ, возложения обязанностей в виде исправительных работ, а также лишения свободы на срок до 15 лет. В этом году с 15 июля текущего года также внесены изменения в уголовный закон в части ужесточения уголовного наказания, а также введения новых составов уголовных преступлений по данному направлению. И введен такой состав уголовной ответственности, как мелкое взяточничество, которое предусматривает передачу незаконного вознаграждения в сумме до 10 тысяч рублей. Анастасия Александровна, а как часто неприкасаемые лица становились фигурантами уголовных дел? Безусловно, и в текущем году лица, которые имеют особый правовой статус, привлекались к уголовной ответственности. В текущем году возбуждено 19 коррупционных преступлений, совершенных 12 лицами, в том числе 7 глав муниципальных образований, 1 депутат представительного органа местного самоуправления. И вот несколько лет назад наших чиновников обязали публиковать свои доходы, а также имущество в целях борьбы с коррупцией. На ваш взгляд, это дает положительный результат? Есть ли сдвиг? Каждое изменение антикоррупционного законодательства, по моему мнению, это особый продуманный шаг в целях усиления ответственности чиновников за исполнение антикоррупционных обязанностей. В данном случае, полагаю, что данный шаг также является и имеет под собой положительную тенденцию к усилению ответственности лиц, которые предоставляют сведения о доходах и влечет к предоставлению более прозрачных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Анастасия Александровна, спасибо. Спасибо вам. Напомню, о борьбе с коррупцией мы говорили с заместителем прокурора города Владивостока Анастасией Садовой. На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok